Одесская Молдаванка – специфический район Одессы, имеющий как свои плюсы, так и минусы. Среди последних – полное забвение со стороны городских властей. Дороги здесь в ямах, тротуаров нет как таковых, дома разваливаются, дворы приходят в окончательное запустение. Так как это происходит по адресу Мельницкая, 20, во дворе этого дома побывала наша съемочная группа. Знакомьтесь, Мельницкая, 20. Обычно одесский дворик на Молдаванке. Когда-то уютный, теперь же он пришел в полный упадок. В основном силами коммунальных служб, которые всеми силами здесь абсолютно не прилагают никаких усилий. Бесхозность полнейшая, ЖЭК ничего не делает. А деньги берут? А деньги берут хорошие, да. А ЖЭК ничего, они снимают у нас деньги. Что он нам делает? Приходят иногда, там дворники убирают. Вам не надо говорить, вы сами видите состояние двора. Но речь даже не о том, что дворник здесь показывается исключительно по праздникам. В остальное время территория двора вообще не убирается. Речь вот об этой свалке, находящейся внутри двора. Чего здесь только нет. Строительный мусор, бутылки, бытовые отходы и даже использованные шприцы вкупе с использованными ампулами неизвестного вещества. И теперь представьте, что чувствуют родители, когда их ребенок говорит, а можно я пойду во дворе поиграю? Во дворе, в котором вместо детской площадки взрослая мусорная свалка. Ну, чтобы здесь построили площадку. Или здесь, или там. Я не знаю, где еще. А тебе не страшно ходить, потому что здесь всякие собираются? Немножко. С наступлением темноты дворовая свалка превращается в любимое место сборище для подростков. Еще бы это так круто побродить по развалинам, погонять по крышам полуразрушенного завода, выходящего одной стороной как раз во двор. Покурить, выпить чего-нибудь горячительного, а может и не только. Опять же, если вспомнить, что на свалке вместе с бутылками валяются еще и медицинские атрибуты. Там собираются подростки. Мало того, что они наркоманят там, не знаю, что делают. Я гоняю постоянно, потому что они по крышам по этим бегают. Но шприцы валяются у нас там. Подростки, да, лет 15-17, лазили по крышам. Там доски ветхие. Проломается эта доска. И в 6 метров, я пришел этим детям, начинаю объяснять, в 6 метров улетишь. Хорошо, если руки-ноги поломаешь. Но можно и убиться. Жители дома Помельницкой-20 возмущены, до каких пор их придомовая территория будет использоваться как настоящий притон. Когда-то при входе во двор стояли ворота. И чужие сюда не заходили. А еще несколько лет назад городская власть обещала вместо этого полуразрушенного строения установить котельную, которая могла бы обеспечивать 20-й и другие блестящие дома теплом. Тогда свалку убрали, место расчистили, но власть поменялась и следующим городским руководителям стало не до того. Хотели здесь сделать мини-котельную. То есть это вот 46А, 10-й номер, наш, 20-й. Вот. И сделать мини-котельную. Убрали там все. Выгребли. И все. И на этом все закончилось. И потом горбец ушел. И все. В прошлом году еще раз попытались убрать злополучную свалку, но снова что-то не залазилось. Выяснилось, что территория это уже никакая не придомовая, а отдано в аренду в частные руки. Пригнали технику. Я не знаю, кто. Видать, в ЖЭКе не знали этого. Пригнали технику, машины. Начали бульдозеры, разгребать, этот мусор заоружать, самосвалы, вывозить. Потом оказывается, здравствуйте, потом оказывается выяснилось, что эта наша свалка уже приватизирована кем-то. Кто-то взял эту нашу свалку. Территорию. Территорию. На 49 лет в аренду. Ну ладно, о котельной речи уже и не идет. Но, господа хорошие из мэрии, почему люди, которые год не могут достучаться до вас, чтобы вы, наконец, убрали это безобразие? Где так называемое благоустройство города, о котором вы так часто и охотно говорите? Почему коммунальные службы, да тот же ЖЭК, за три года и пальцем не ударил, чтобы хотя бы расчистить территорию? Вопросов много, но, к сожалению, отвечать некому. Правоохранители не отвечают за то, что во дворе дома образовался настоящий притон. ЖЭК не несет ответственности за то, что территория больше напоминает не зеленую зону Авгиевы конюшни, которую, впрочем, удалось расчистить, в отличие от этой, не мифической свалки, под окнами живых людей. Продолжение следует...